Ну, это долгая, почти 40-летняя история. Вот эта идея создания таких больших детекторов, Черенковских детекторов в воде, в качестве нейтринных телескопов, она была впервые как-то высказана. В Марковом на Рочестерской конференции в 1960 году были высказаны двумя людьми, Марковом и Грейзеном. Были высказаны соображения по созданию крупномасштабных детекторов для исследования в области нейтрины. Но идея Маркова состояла в использовании Черенковского сечения больших объемов, природных объемов воды. Грейзен говорил больше о подземной физике, об установке глубоко под землей, в условиях хорошей защиты, больших детекторов сенсуляционного типа. То есть, вот дальше, как бы, так сказать, эти два направления и развивались. Байкальский проект стал, так сказать, активным, получил право на жизнь и стал актуален тогда, когда то международное сотрудничество, которое сформировалось с идеей создания большого детектора, объемом кубический километр такого черенковского детектора в Тихом океане, в районе Гагавайских островов, вот когда это дальнейшее сотрудничество, в котором участвовали американцы, японцы, русские довольно активно, оно распалось, и, значит, в то же время идея уже как-то, что называется, овладела сознанием людей, в том смысле, что стало понятно, как технологически можно было бы решать эту задачу. И тогда вот Александр Евгеньевич Чудаков, он, собственно, и сам блестящий экспериментатор, и предложил, так сказать, Матери Александровичу подумать на ту тему, что, вообще-то говоря, мы могли бы начать в Байкале как на полигоне, значит, вот такие исследовательские работы. Это было, ну вот, когда был Афганистан, ну вот это, я уж не помню, 79-й, кажется, год или 80-й, ну вот где-то там. Собственно, вот на этой предыстории, ну вот родилась идея действительно создать в Байкале детектор. Для того, чтобы, во-первых, развить методику, вообще понять, как это делать, так сказать, создать эту методику, ее не было. Дюманд, хотя он и возглавлялся очень талантливым, очень ярким физиким Джоном Лернедом, тем не менее, у Дюмандо дела шли трудно, но многие идеи там уже начали реализовываться, ну, трудно, по многим причинам у Дюмандо дела шли, ну, в частности, потому что, вообще говоря, сходу браться за вот эту задачу создания больших детекторов в океане, так сказать, ну, на больших глубинах, ну, с открытой воды, это вообще задача безумной сложности, так сказать, браться на нее так, сходу, не, так сказать, не проведя большой программы предварительных исследований, было, конечно, невозможно. Ну, и поэтому этот проект, он как-то, вот, значит, ему было очень тяжело, и после очередной неудачи его, так сказать, закрыли. А Байкальский проект, изначальная задача которого была, вообще говоря, стать полигоном, ну, вот он постепенно образовался. Ну, даты образования, так сказать, можно считать 1 октября 1980 года, когда вот в Институте ярдарных исследований была образована лаборатория нейтренной астрофизики высоких энергий, вот, целая задача. Я был избран ее руководителем. В 87-м, в 88-м году уже была поставлена первая гирлянда, на которой были, гирлянда детекторов, на которой были получены первые физические результаты. Она, по-моему, была уже основой для первой кандидатской диссертации. А к 90-му году мы действительно уже, ну, были решены основные задачи. Какие? Было понятно, какой сделать конструкцию этого детектора. Умершим Андреем Ивановичем Панфиловым был придуман замечательный каркас этого будущего детектора, МТ-200, который верой и правдой служил, так сказать, всему эксперименту. Был создан оптический модуль. То есть в 90-м году это уже все пошло в стадии, так сказать, потока. Потом в 90-м году очень удачно исключились немцы из Дейзи Цойтон. И в 93-м, 94-м, 95-м вот все-таки в стране еще работало производство. Мы сами стеклянные модули делали, и все кабельное хозяйство всегда было наше, и электроника была наша. В Западном ничего не было. Немцы участвовали только в создании лазерной системы. Ну и вот в 94-м году был зарегистрированный первый нейтрино, вообще первые подводные нейтрино. Вот Джукибаев провел этот анализ и выделил первые события от нейтрино. В 90-е годы был создан вот этот детектор, МТ-200. Но создавался он долго, несколько лет, значит, с уборкой шла его. Наладилась регистрация нейтрино, прошло измерение потоков. И, значит, в течение, наверное, ну, вот вся половина, вторая половина 90-х, начало, вот, 2000-х годов, собственно, два детектора, Байкал и Аманда, которая была построена, детектор на Южном полюсе, они, собственно, и определяли уровень результата в задаче изучения падающего на Земле диффузного потока нейтрино-высоких энергий. Вот именно эти два детектора, они и определяли уровень задачи. Редактор субтитров А.Семкин